Доброе утро всем тем, кто только что настроился на наш канал в эфире программы Новый день на календаре 18 апреля, вторник. И сегодня отмечается Международный день памятников и исторических мест. И в связи с этой датой мы не могли не пригласить в нашу студию руководителя Департамента нашей Республики по охране объектов культурного наследия Италина Захарова. Доброе утро, Италина Афанасьевна. Доброе утро. Мы часто используем фразу объект культурного наследия. А что это такое, что входит в это понятие? Спасибо за вопрос. Вопрос, конечно, очень интересный и очень объемный, потому что объекты культурного наследия это понятие очень большое. Но если говорить сухим официальным языком закона, это объекты недвижимого имущества со своей территорией, с объектами материальной культуры, которые возникли в результате каких-то событий и так далее, и имеющие конкретную историческую, научную, культурную ценность. И много ли у нас таких объектов? Да, но бывает уже, конечно, есть просто памятники, есть ансамбли, а есть достопримечательные места. Они на три категории делятся. Это федеральные памятники, регионального значения памятники и местного значения. А у нас в Российской Федерации их имеется около 200 тысяч объектов культурного наследия. А из них на территории нашей республики примерно 1800 объектов культурного наследия. Из них более тысячи – это объекты археологического наследия. А какими из них мы можем действительно гордиться? Да, среди этого огромного количества памятников мы действительно можем гордиться своими уникальными памятниками. Например, вот у меня в руках – это паспорт отдельного одного памятника. Как и люди, наши памятники имеют свой паспорт. Все данные носятся сюда. Вот этот у меня на руках паспорт объекта культурного наследия федерального значения – это наши знаменитые ленские писаницы. Это в 1921 году Гаврил Васильевич Ксенофонд впервые описал вот эти писаницы. Это два огромных лося и посередине лосёны. И потом уже окладников, и наши советские археологи. Вот этот писаниц является объектом федерального значения. Есть у нас уникальный совершенно объект культурного наследия пока оригинального значения – это шахта Шергина или Шергинская шахта, которая в этом году исполняется 90 лет со дня. В 1827 году начали рыть этот купец, Шергин, этот колодец. И глубина шахты достигает 116 метров. Ну, представьте себе, 10 этажей, это здание, это всего 30 метров, да и представьте себе. Ой, действительно. И это имеет огромное историческое и научное значение во всём мире, потому что впервые вот именно исследования, эти термические исследования вот шахты Шергина, они доказали, что есть на свете вечная мерзлота. И поэтому буквально на днях мы направили письмо Министерству культуры, чтобы признали этот памятник памятником федерального значения. А что можно сделать нам, да, горожанам обычным, или вам, работникам департамента, чтобы вот сохранить вот такие вот уникальные вот объекты? Ой, это очень самый сложный вопрос, потому что на территории России, по официальным только данным, каждый год исчезает около 200 памятников. Поэтому это наша общая забота, потому что, во-первых, нужно вести учёт, что мы делаем, да. Во-вторых, значит, должен быть контроль и надзор, то, что мы департамент делаем, да. Во-вторых, усилий всего государства и общества, чтобы сохранить наши памятники. Потому что одним государством это как бы это. Поэтому на сегодняшний день наши общественники, члены ВАПИК, да, у нас очень активно нам помогают, за что мы очень благодарны, да. Во-первых, значит, они сейчас вот предлагают своими силами организовать хоть какой-то ремонт вот нашей шахты Шергинской, да. И вчера они прямо привели в соответствие территорию надвратной башни, которая является, ну, бывшей символом нашего города Якутска. Поэтому общими усилиями, да, я ещё раз повторяю, и конституционная обязанность каждого гражданина – это забота о культурном наследии. Бережно нужно относиться к такими вещами, конечно же, никакого вандализма, да. Ну и, конечно же, традиционный вопрос, вот, в день, вот, международный день охраны памятников, да и культурных исторических мест, какие мероприятия вы запланили? Да, ну, дело в том, что мы новый орган исполнительной власти, поэтому впервые в этом году мы вот так встречаем вот наш персональный праздник. Поэтому мы давно готовились, подготовили свой план мероприятия, он уже давно начался, семинар в мае мы провели, Совет, Общественный Совет у нас заседан. И вот буквально вчера я подписала приказ о включении в реестр объектов культурного наследия двух наших памятников – это великому землепроходцу Семёну Джижнёву, его жене Абакояди, и Петру Бекетову, который является основным. И вот это как-то очень символично, что в этот год совпало. Так что памятники у нас прибавляются. Что ж, огромное спасибо вам за участие в нашей утренней программе, из-за позитив, который вы нам подарили с утра. Мы вас поздравляем ещё раз с профессиональным праздником.